В данный момент мы с Олеся едем в очередные заброшенные деревни. 6 километров еще продлится эта дорога, потом тупик, колея и непроходимые места. Дальше мы уже отправимся пешком. Как вы видите, места немноголюдные, совершенно никого нету в данный момент вокруг. Скорее всего, эти деревни вымерли из-за того, что в этой местности закрылись колхозы, отсутствует работа и вообще отсутствует все, что связано с цивилизацией. Сегодня обещают дождь, поэтому приключения у нас явно будут весьма интересными. Дорога с каждым метром становится все хуже и хуже, но это неудивительно. Если бы вы видели со спутниковых снимков, куда мы едем, там просто очень странные места, очень много деревень и все вымершее. Просто до всех мы, естественно, дойти не успеем. Итак, мы добрались до последней более-менее жилой деревни и дальше отправляемся вот по такой прекрасной дороге из жижи и грязи. Я думаю, раньше люди тут работали в колхозах во всяких. Была работа и эти деревни жили, но с развалом СССР от колхозов остались только одни руины. И вот такая вот прекрасная дорога, вдобавок ко всему, заставила уже людей все там бросить и отправиться на поиски лучшей жизни. Сейчас мы идем на старое кладбище, потому что там есть мостик. Это единственный мостик через реку. Все деревни находятся за рекой. И только этот мостик поможет нам перебраться на ту сторону. Посмотрим, что там за кладбище. Надеюсь, мостик уцелел и мы сможем без проблем попасть на нужную сторону реки. А пока что вот по такой вот прекрасной дороге, которая явно рассчитана на спорткары, мы пробираемся несколько километров до кладбища. Так, приключения становятся все интереснее и интереснее. Сейчас встретили женщину на этой тропинке, спросили, жив ли мост на кладбище. Она сказала, что этой весной мост смыло. И сейчас на ту сторону перебраться невозможно только на лодке. Но она позвонила мужчине, которому мы сейчас должны отправиться. И он нас перевезет на лодке. И я надеюсь, что заберет нас тоже. Не знаю, сколько это будет стоить. Вообще, на самом деле, достаточно интересный опыт. Посмотрим, как все это будет происходить. И заодно у него поспрашиваем, что осталось от тех деревень. Ну, как хорошо, что вас встретили эту женщину. По пути немножечко дорог в данной местности, по которым люди передвигаются каждый день. Вот сделали себе мост из бревен. Все вокруг заболочено. Бревна под ногами проваливаются. Все проваливается под ногами. В кроссовочках тут явно не походишь. Вот такая вот река. То есть, как вы понимаете, просто перейти через нее невозможно. Мост смыло в этом году. Поэтому сейчас ждем, пока нас будут перевозить на лодке. Река немаленькая, с течением. И где-то на том берегу нас ждет все самое интересное. Пока что мы еще даже сами не знаем, что там могло остаться от цивилизации. Вот такие вот места. Ни дорог, ни мостов. Возможно, летом, естественно, эта река намного меньше. Вот такой вот у нас сегодня неожиданный переход через реку. Только благодаря местным жителям. Так бы мы ни за что туда не перебрались. Переправляют нас по одному. Только благодаря дяде Саше мы сможем туда перебраться. Местному жителю. Итак, мы на другой стороне реки. Откуда нас может спасти только дядя Саша. Местный житель. Он сказал, он сказал, что в этой деревне, вот откуда мы сейчас переправлялись, осталось всего 4 жителя. А на этой стороне, где мы сейчас находимся, вообще все вымерло. 4 жителей и 4 дома. 4 дома? 4 мужчины. На этой стороне, где мы находимся, сейчас вообще все вымерло. Все поселки. Сразу же, практически после развала СССР, все отсюда начали уезжать, бросать здесь все. И в данный момент эта часть абсолютно вымершая. лишь только благодаря тому, что тут находится кладбище, сооружается, налито, небольшой мостик, по которому люди могут сюда ходить, навещать родственников. Но без местных жителей мы бы, естественно, сегодня просто-напросто подошли бы к этой реке, посмотрели, смотрите, дерево уже внутри выросло. Сколько лет назад было сделано это захоронение без местных жителей, мы бы просто посмотрели на эту реку, расстроились и пошли домой. Уже вижу церковь впереди. Днем обещали дождь, поэтому приключения наши только начинаются. Такая колокольня, раньше была какая-то пристройка, до наших дней не сохранилась. Я думал, кладбище будет поменьше, честно говоря. Реально большое, какая-то часть уже очень сильно заросла. Но видно, что люди иногда сюда все-таки приходят. Последние захоронения по большей части из 80-х годов. Внутри какие-то кресты, ящики, ничего интересного. Яков Иванович, 1766 год, 1821. Какие-то потомки, видимо, позаботились. Кто это тут создал, как они вообще определили, что он тут похоронен, ну и как бы кто это сделал. 1821 год смерти. И вот такой крестик тут стоит, без оградки, без всего. Ну, походу, здесь был... Генерал-майор, участник войны. Он еще с Наполеоном сражался, видимо. Неожиданно. Очень сильно задувает вот такие бесконечно. Вот такие бескрайние просторы с каждой стороны. Какая-то дорога непонятная. мы потихонечку продвигаемся к первой деревне. Уже виден домик. Если учитывать, что тут все было заброшено незадолго после развала СССР, то что-то мне подсказывает, что, конечно, дома там далеко не в идеальном состоянии находятся. удивительно, что они вообще дожили до наших дней. Потихонечку пробираемся. Будем смотреть, что осталось. Дома далеко не в самом, естественно, лучшем виде. Смотрите, вот тут полдома уцелело. Каким-то чудом лишь. Дальше стоит дом с крышей шифера, поваленные деревья. Вот еще один домик. То есть, раньше это была улица, вдоль которой шли деревенские дома. Видно, что окна выломаны. Естественно, за столько лет, если деревня начала угасать сразу же после развала СССР, внутри вряд ли мы найдем что-то интересное. Но удивительно, провода подходят к дому. Смотрите, сразу две линии столбы. Правда, столбы уже обрезаны, но тем не менее, от столба все еще провода идут к дому. Сохранились наличники. Раньше был чердак с балконом. Красивый дом раньше был. Все, естественно, очень сильно зарастает. и находятся в наипечальнейшем состоянии. Баня достаточно неплохо сохранилась. вот как раз жители по большей части, я думаю, из этих деревень сейчас и находятся на кладбище, через которое мы проходили. номерок на доме. Как вообще на этом необитаемом острове они догадались, где все давно заброшено сделать номерок на доме. Свеженький номерок посреди этих руин. Странно, что они на церковь еще номер не нанесли. плитка лежит на окне. Хозяева! Ну, я думаю, зайти стоит. Что-то там доуцелело, хоть, конечно, крыша уже практически обрушилась. Деревья от ветра прямо тут переломанные посреди деревни. Задувает тут неслабо. Дыры в потолке огромные в крыше. Счетчик все еще висит на месте. Не самый, кстати, старый. Какие-то обрывки календаря, шторки. Естественно, разобранная печь. И вот такая вот разруха повсюду. все раскидано, разбросано. Какие-то остатки мебели. Вот такой телевизор тут сохранился. Рекорд 338. Интересное в нем то, что у него есть настройки на задней стенке. Вдобавок к передней части. Такого, по-моему, я еще не видел. да, вот когда-то по этому самому телевизору люди здесь смотрели. Как Горбачев сказал, СССР больше нет. это было концом данных деревень. Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых Государств, я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Общество получило свободу, раскрепостилось политически и духовно, и это самое главное завоевание, которое мы до конца еще не осознали, а потому, что еще не научились пользоваться свободой. Наверняка каких-то ошибок можно было бы избежать, многое сделать лучше, но я уверен, что раньше или позже наши общие усилия дадут плоды. Наши народы будут жить в процветающем и демократическом обществе. Желаю всем вам самого доброго. Снял со стены остатки старого календаря церковного и по нему удалось выяснить с трудом, конечно, что в 2001 году тут еще жили люди. Не знаю, видно вам сейчас или нет. Двойка, два, нуля и единичка. Едва заметная. Поснимаю дом снаружи, а внутри вы сами видели осталось немного. Каким-то чудом уцелела часть забора. И вот такие вот наличники тоже сохранились до наших дней. ну достаточно неплохо выглядел дом в свои лучшие годы. К сожалению, эти годы позади. Раньше был балкончик, от него ничего не осталось. Итак, следующий дом в деревне. Крыша практически рухнула, осталась только над жилой комнатой. Вижу кирпичи, то есть печь явно разбирали. Давайте подойдем поближе, посмотрим наличники. Наличники сохранились достаточно неплохо. Конечно, не в идеальном состоянии. На нем табличка дом номер два. Опять же выглядит как новенькое. Но помимо этого, что я вообще не ожидал здесь встретить, тут есть тарелка. Видимо, жители с помощью нее ловили телевидение или интернет. В таком месте тарелку встретить я не ожидал. Но что еще больше я не ожидал встретить, так это череп, который висит на ветке. Видимо, охотники развлекались, я не знаю. Череп лося, возможно. Огромный, с зубами. вот такой вот необычный черепок. Ну что же, давайте попробуем зайти в дом номер два. Посмотрим, что от него осталось. Какие-то провода до сих пор тянутся. рядом стоит навес с досками и дровами. Думаю, тоже в начале двухтысячных тут все еще жили. Крыльцо практически рухнуло. Выбитая дверь и стоит кровать, смотрите. Необычно. все держится на честном слове. замок вскрыт. Вернее, видимо, просто выдрали петлю. Дверь практически зажала, но внутри достаточно интересно и мрачно. Разрушенная печь, но все еще есть мебель, огромный стол. Скорее всего, здесь иногда ночуют охотники. Опять же, судя по этому черепу и по такому большому столу. Достал фонарик, смотрите, печь разломали, а охотники поставили свою буржуйку. вывели дымоход наружу. Видимо, время от времени они тут останавливаются. Какие-то баночки, газовая плита, самодельные лежанки. Вот, смотрите, я уже как-то такие видел в одной из заброшенных деревень. И вот тут у них опять же, смотрите, сколько здесь шконок. Шкура висит. И что-то написано. Ило. Гвардеец весеннего Сева 86. Что-то, видимо, найденное в доме. Они сделали кровати двухъярусные тут. НТВ плюс. Никогда такого еще не видел. То есть электричество, что ли? Да, я слышу, что работает холодильник. Тут работает холодильник. Так значит, они сюда приезжают. Значит, да. Вот огромная лампочка. Но сейчас-то тут нет никого. Смотрите, огромная икона. Из чего она сделана? Просто огромная икона в уголке дома. Вот шкура медведя. Ё-моё, куда мы попали? Что творится на этом необитаемом острове? Еще одна икона стоит. Дом, видимо, не такой уж и брошенный. Вернее, он давно брошенный своими владельцами, но его облюбовали охотники. Холодильник гудит. И вот вторая часть помещения. Две кровати. окно, заделанное пленкой. Лампа. Газовая плита с баллоном. Возможно, ей тоже иногда пользуются. И какая-то банка с водой. Скорее всего, это с крыши накапало. Вот такая вот кухня. Кипячение. КНЭ 50. А надо мной просто открытое небо. Я думаю, недолго этому домику осталось. Еще пара лет и сложится. На дереве висит бинокль. Не знаю, почему его тут оставили. Он разбит. какая-то старая железяка непонятного предназначения. этот дом хоть и с хорошей крышей шифера, но видно, что внутри полная пустота. Как это неудивительно, сохранились наличники. Рядом дерево, которое просто разломало на несколько частей. Огромное столетнее дерево. вот так вот выглядит этот домик. Сейчас там весьма пустынно. Давайте заглянем в окно. Вот так вот выглядят наличники. как мы видим, внутри полная пустота. Даже нет полов. Уж не знаю, охотники или кладоискатели тут все разбирают. Еще один домик. Опять же, крыша и шифера. Даже вижу печь. То есть дымоход от печи. На удивление целый. Все заросло ветками со всех сторон непонятно, где находится дверь. Внутри даже, по-моему, не пусто. Странно в этой деревне то, что дома здесь четыре, а возможно и больше раньше было, а номерка только два. Первый дом в начале деревни, второй в конце. Так, сейчас будем искать вход в этот дом. Крыльцо развалилось, двор рухнул, но как это не удивительно, все еще осталась дверь. Мне кажется, легче туда будет забраться через окно, если там есть хоть что-то интересное. Давайте посмотрим. Вижу какую-то кровать вдалеке. Пол практически весь снят, печь разобрана. Можно только посмотреть, что находится в той дальней комнате. Вот так выглядит этот дом внутри. Кровать, какая-то мебель, сервант, везде кирпичи, кирпичи на сундуке, и все внутри разобрано. Оконные рамы, старая бочка. Вот такая пустота в этом доме. Если бы его не разобрали, то стоял бы безо всяких проблем. Какие-то три девчонки висят на стене. уцелевшая баня рядом с домом. вижу, какая-то бутылка стоит на окне. Что у нас осталось в бане? Дровишки. кстати, возможно, охотники до сих пор ее используют. Охотники, возможно, до сих пор ее используют. В том доме, возможно, они иногда ночуют, а этой баней пользуются. Баня сохранилась неплохо. Вот такая безысходность вокруг по-другому это и не назовешь. И сейчас мы отправляемся в следующую деревню. Сильный ветер, начинается дождь. То есть лучше условий для подобного похода и не придумаешь. Я надеюсь, нас отсюда эвакуируют в обратном порядке. Все, идем по этой дороге, посмотрим, что осталось от следующей деревни. Идем мы посреди леса и здесь лежит лопата. И казалось бы, фиг то с ней с этой лопатой. Но рядом лежат просто посреди леса болота, каких-то лесов и полей. Смотрите вокруг, что находится. Лежат кассеты от видика. Что здесь делают кассеты от видика и зачем кто-то пытался с ними разобраться с помощью лопаты, не очень понятно. Видимо, раньше в каком-то деревенском доме они находились, но зачем их кто-то отнес в лес и выкинул, неясно. Кассеты внутри, обложки, перевозчик. то есть по этим фильмам в принципе мы можем понять, что в начале двухтысячных где-то здесь все еще жили люди. Вот такая вот странная неожиданная находка. Смотрите, прямо кассета от видика лежит в болоте. В ней вода возвращенец. Или не возвращенец. И вон еще кассеты лежат. На дереве вот это было убийца. Я такой не смотрел. Ну это было как минимум неожиданно. Здесь какие-то очень-очень старые дома. Я вижу, что вот на этом доме вся крыша заросла мхом. Остался забор. Частично у кого-то раньше была достаточно большая территория. Столбики все еще на месте состояние домов конечно состояние домов конечно оставляет желать лучшего. Удивительно, что все еще забор уцелел за столько лет. непонятное сооружение честно говоря дом это сарай что это такое лежит фильтр какого-то трактора наверное такая вот дверь внутри пустота сгнившие полы и вот такой бурелом вокруг непроходимый да наверное это был какой-то сарай от деревни практически уже ничего не осталось вот такие вот каркасы абсолютно пустые вряд ли мы внутри хоть что-то найдем даже окон уже нет а вот такая вот деревня рядом находится к сожалению состояние у нее очень плохое раньше был дом на каменном фундаменте уже березы выросли то есть дома нет явно лет 10 а то и больше видно стояла печь внутри и вот все что осталось одни руины вокруг вернулись обратно к реке дождь очень сильно разошелся и сейчас ждем нашего спасителя который нас перевезет обратно на большую землю вон вон он идет нас перевезли сегодня совершенно как-то неожиданно для себя все для нас пошло удачным образом мы встретили женщину в лесу она позвонила насчет лодки договорилась чтобы нас перевезли если бы мы ее не встретили мы бы просто подошли не увидели мост и никогда бы не попали в те деревни да если бы мы не встретили мужчину мы бы просто не увидели мост и все и пошли бы обратно а она сама такая говорит там нет моста я сейчас позвоню вас перевезут все все пошло крайне удачным образом не знаю что за безнадега свалилась на эти места вроде достаточно неплохие места ничем не хуже других но какая-то полная безысходность здесь царит там дальше еще 2 или 3 деревни было в тех краях но до них мы уже не успели дойти в любом случае и нам сказали что от них вроде как уже ничего не осталось а дальше там еще был поселок большой откуда был дядя Саша который нас перевозил на лодке он сказал что он там 17 лет назад жил оттуда уехал потому что все оттуда начали бежать там ни работы ничего нет ни мостов ни дорог там была даже двухэтажная каменная школа но сейчас там все заброшено и возможно уже ничего не осталось он сказал там был пожар и много домов сгорело итак мы вернулись к машине все покидаем данные места и тут в деревне никогда такого не видел стоит два таксофона два зачем их тут два непонятно выглядят они абсолютно одинаково видимо чиновники думали что ажиотаж будет в деревне на переговоры по таксофонам но самое смешное что оба они не работают кардинальные перемены в такой огромной стране да еще с таким наследием не могут пройти безболезненно без трудностей и потрясений августовский путь довел общий кризис до предельной черты самые губительные в этом кризисе распад государственности и сегодня меня тревожит потеря нашими людьми гражданство великой страны впоследствии могут оказаться очень тяжелыми для всех декор demand не не YN